Так, друзья, всем привет! Сегодня мы хотим очень быстренько, буквально в течение пяти минут, показать вам, как подготовить машины к лету. И самое, что интересно, в основном всю работу будет делать один мой сын. Я помогать буду только в тяжелых каких-то прям моментах. Поэтому приятного вам просмотра и полезного, кстати. Включаю музычку и смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что за формат видео, скажете вы. Все и без вас знают, как переобуть свою машинку. Но, парни, это же, во-первых, мой видеодневник. А, во-вторых, меня берет гордость за своего сына, который уже легко в мое отсутствие может решить по дому многие вопросы. Возможно, это ему и не пригодится. Станет директором какой-нибудь серьезной корпорации, и все эти дела будут делать за него специально обученные люди. Да дай-то бог. Но я, как отец, считаю своим долгом показать на личном примере, что такое работать руками. Мужику это точно нужно уметь. Так, братцы, специально для хейтеров. В кадр не попал момент, как я подтягиваю баллонником, то, что сын уже затянул гайковертом, гринворковским. И не показано в кадре, как я насаживаю колесо, потому что все-таки детская сила, но она пока не такая уж сильная. Поэтому колесо навешиваю я. В остальном все сделает сын. Достойная замена. Легко без меня уже справляется. Сын, перекинь стопор теперь с переднего колеса на другое переднее. У нас вон там подставлен стопор. Потому что это колесо сейчас снимешь, да, и вот на заднее кинь. Куда удобно. Куда удобно. Все, на следующий объект идем. Грузоподъемность полторы тонны при выдвижении первого штока и одна и одна тонна двух штоков. Высота подхвата 155, максимальная высота подъема 445. Но мы на всякий случай с сыном все-таки подложим вот такую доску, чтобы меньше затягивать, поднимать. Да, сын? Ну да. Кажется, будет так проще. Ну давай, кот. Это залипательное видео мы сняли для вас просто посмотреть под кофеек, но оно, кстати, может нести глобальную философию. Я поясню. В детстве я, как и многие школьники, задавался вопросом, зачем нам преподают столько разных предметов, которые нам, возможно, никогда не пригодятся. Зачем мне нужны косинусы? Для чего я должен знать валентность фосфора и высчитывать отрицательные положительно заряженные электроны? Для чего я зубрил начертательную геометрию в институте? А ведь все очень просто. Все это для того, чтобы познать этот мир не только с позиции всеобъемлющего высшего волшебства, а для того, чтобы я любое явление мог рассмотреть с точки зрения, например, физики, химии, математики, наконец, естествознания и философии. Все начинается с малого. Быть может, именно сейчас, напрягая свой, так сказать, горб, мой сынишка усвоит важный урок. ЕГЭ на 100 баллов, чтобы больше подобным не заниматься. Кто знает, но все начинается с малого. Это точно. И, кстати, братцы, кто дослушал до этого момента, поделюсь новостью. Сыну сегодня исполняется 11 лет, и он будет очень рад видеть от вас поздравления. Денис читает все комментарии. Но мы продолжаем. Впереди еще переобувка ЦРВ. Если колесо не снимается, пни по нему сбоку, по резинке. И вот, сильней. Ладно, смотри, вот так берешь. КОНЕЦ 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 Профессиональный шиномонтажник. Красавчик, сын. С ноги дал, все решил. Под глазом грязь, как надо. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Ну что, сын, было тяжело? Да, ну не сильно. Нормально? Да. Понравилось? Очень. Взрослый парень у меня уже. А техникой как работать тебе? Да удобно все. Так, ну все. Подкачиваем сейчас колеса. И уже машины готовы к летней эксплуатации. Сегодня всю работу сделал сын сам. Так, что вы скажете? А что сказать? Вам было тяжело? Нет. Вам понравилась работа? Да. Мужик. Вы мужик? Настоящий. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Лайки там ставьте. И до скорых встреч. И до скорых встреч. и до скорых встреч. Суб regulation. Владимир. С incorporates. Редактор субь. Иван субь. 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 Продолжение следует...